Что, Рокутагин? Соскучился? Давно против скобок не играл? Ну, я ж всегда играю. Что выпадет, против тех и играю. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мартин. Капитан Очевидность, Killtech Shotgun, карта-стоянка, моя любимая в командном бою, не раз это говорил. И отличный анекдот, поделился которым мастер анекдотов Юрий Третьяков. Да, именно так. Анекдот такой. Пассажир спрашивает у бабушки, они едут в автобусе. Скажите, бабушка, я на этом автобусе до рынка доеду? Она говорит, нет, внучек, не доедешь. Он говорит, понятно. Встает, выходит на остановке. Она тут же занимает его место, говорит, а я доеду. Да, есть такое, есть. Бабушки такие, они-то, что вы думаете, они-то жизнь прожили, там такие вообще комбинации. Как у Остапа Бендера. Уничтожьте отряд врага. Сегодня я постараюсь показать эффективную, ну достаточно эффективную, более 2 к 1 игру за медика на примере такой карте, как стоянка, в условиях уже не ангардных, скажем, да, не маленьких карт, а карт в командном бою достаточно больших. Нужно найдено, приступаю к выполнению задачи. Пошел в баню, понял. Ну, собственно говоря, да, это как бы, это обязательный элемент, вот, игры на таких картах. Почему? Во! Потому что даблкил, вот. Благодарю, капитан, начинуть. Музон врубай. Во! О, контрабас заработал, ништяк, нравится уже. Там, да-на-да-дам-дам. Итак, поговорим мы сегодня о игре, достаточно больших картах. Вот так. Проблема медика здесь в том, что медик не может себе позволить выйти, ну, хоть на какую-то дистанцию. Это понятно. Вас просто сбреет сразу же, сразу, как бы, шансов нет у вас. Даже если у вас будет сикс, и то, ну, небольшие шансы у вас, честно. Что вам надо делать в этом случае? Базука, конечно, это, как бы, это, это за любой класс надо брать. Это ваншот просто 100%, титан, антихеп, не имеет значения. Базуки всегда ваншотят. Вам надо обеспечить себе вашей дистанции. Ну, это сразу, по-моему. Для этого перемещаемся по карте. Когда мы уверены, что на пути вам не встретится противник, это раз. Мы более-менее уверены. Прижимаемся к зданию вот таким углам. Выходим и за никому. То есть я знаю, что сейчас меня вряд ли тут сразу увидят. Вот. А я его увидел. Так, иди сюда. Опайте. А что, детка, и у вас? Оу, да. Да. То есть я тут все прочитал правильно. Что-то противника не видно, куда он смылся. Что мне теперь надо? Мне надо перемещаться, либо когда взлетает самолет, когда пыль вокруг, либо кидать куда-нибудь дым, либо воспользоваться ситуацией, когда мои союзники и противники где-то перестреливаются, я могу этот момент прошмыгнуть. То есть все сводится, по большому счету, к тому, чтобы меня даже на каких-то более-менее там средних, даже ближних средних дистанциях не заметили. А вот здесь пусть замечается. Даже если он... Исключение Снайпер. Снайпер, подчеркиваю, с винтовкой Штайр Скаут. Так. Если даже это будет Макмилл на Аэкс, то уже у вас как бы шансов больше. А если это Штайр, то... Ну вот, кто его знает, потому что Штайр... Снайпер со Штайром, он самый опасный противник, по-моему, сегодня в игре. То есть он просто на любой дистанции эффективен. Плотную. Нормально. То есть медика снести, как нефиг делать, на его же дистанции. Поэтому будьте бдительны. Снайперы сейчас еще опаснее стали, чем раньше. Они и раньше-то были нагибными, а сейчас вообще. Вот. Ну и медик стал нагибным, потому что регистрация дроби... Улучшена. Но попал, значит, урон будет. Но бывает исключение, как бы. Теперь ты дважды заслуженный рак в Warface. А я уже и трижды, между прочим, давно, так что не парься. Тоже мне Америку открыл. Дважды рак ее. Я рак number one in the world вообще. Так что не надо мне тут рассказывать сказки. По-моему, кто-то бежит, да? А вот это зря. Это вообще зря было. Ну, глупый поступок с его стороны, я считаю. Да, тебя подстрелили, тебе нужен врач. Ну, пошел ты в баню. Ну, какой толк? Он, да, они там все равно умру сейчас. Мне кажется, если тебя подстрелили, то... Если тебя хорошо подстрелили, тебе уже не нужен врач. Нет, не нужен. А вон там всех троих подстрелили. Так что пусть все нормально, в общем. Короче, вы поняли. У меня более важная задача. Да. Кидаем дым. Еще один хороший вариант, как я уже говорил. Проникнуть, проникнуть. Сейчас вот. Поле зрения противника уменьшено. Он мало что видит. Так. Это тоже нагиб. И это нагиб. Еще нагиб будет по-любому. И вот этот нагиб. Да. Сколько получается? Минус три? Или минус четыре? Ну, что-то типа такого, да. Все хорошо. Да ну, блин, ну. Не надо. Вот. Блин, я эту заразу мелкую не заметил. Что он лежит там. Нагиб. Нагиб, да. Но наша команда лидирует. Все может измениться. Потому что наши как-то очень глупо выскакивают. Вот зачем выскакивать прямо, если там твоего товарища только что убили. И было видно, что это сделал снайпер с болтовкой. Вначале сбил его, а потом уничтожил. Тут тоже нашего нагнуло. В общем, сейчас опасно идти куда-либо. Вот куда бы я сейчас не пошел, везде опасно. Но я все равно рискну, я пойду здесь. Да нет, ну, ты что? Нет, тебе не здесь. И просто, блин, со всех сторон. И там, и здесь. А наши ничего не держат. Вон, еще минус два наших улетело. Минус три. Так только наши летят там в киллбаре в основном. Вообще задница полная. Ребята, сосредоточьтесь. Держите оборону. Не надо к ним лезть. Когда они к вам лезут, наоборот, можно воспользоваться. Не лезьте к ним. Вот другое дело. Вот снайперюга нашарит. Понимает, что, как он аккуратненько видит. Чпок, добрый вечер. Красава, так и надо действовать. Если противник... Наши так кидают гранаты, молодцы. Если противник... Если противник вот так оборзел, как этот снайпер, то этим тоже надо пользоваться. Он в пылу суевазата зашел слишком близко. Он слишком далеко зашел, скажем так, да? И за это поплатился. И это, естественно, так и должно было случиться. Но... Наша задача сейчас нагнуть. Качественно при этом, желательно. Очень качественно нагнуть. Так. Нагнуто. Нагнуто, капитан. Очевидно, если ты как хотел. Все так и было задумано. Просто великолепно. Не, никого вроде нету, да? Наш там бегает по их базе. То есть они, по большому счету, сместились уже к нашей базе. Они где-то вот по этой стороне, по идее, должны быть. Да, так и есть. Сейчас я тебя нагну. Иди сюда. Пять палок решает. Тихо. Да, ну, блин. Реально пять палок решает. Это что такое вообще было только что? Нет. У меня, как и у всех, бывают с этим проблемы. Да, ну, как бы это естественно. С кем не бывает. Ну, чтобы вот так... Сколько раз я успел выстрелить? Сколько? Где? Сегодня вообще какой-то мистический день. Мистический. Дробовик... Вообще не простреливает. Меня через дым пробивают очень точно. Вообще как-то очень нагибная ситуация такая для меня. Но. Вообще-то грех жаловаться. В целом я иду неплохо. Но вот эти вот мистические странности, они выбивают из-под меня почву, скажем так. Я в замешательстве. Хотя, когда кого я обманываю? Это же Warface. Все нормально. Ха-ха-ха-ха. Так. Да ладно. Ну, это ладно. Я смазал. Не спорю. Вот. Так. Даблкил, детка. Так. Берем киллтег, сваливаем. Потому что нам проблемы не нужны. Та-дам. Та-дам. Музон классный. Все получится, ребята. Ну, во всяком случае, у нас получится. У команды, не знаю. Ну, вообще, противник, ну да. Противник, как ни странно, отстает от нас. Но. Я не знаю, как он отстает, если, по-моему, в основном наших больше его нагибают, чем наши их нагибают. Вон там. В киллбаре, в основном, видно. Противник нагнул нашего. Нифига, минка классная. Вот. Противник нашего нагнул. Противник нашего нагнул. У меня такое ощущение, что я еще, может быть, там вот снайпер, который на нас играет. Вон он, с золотым этим скаром. И еще один наш инженер. Вот. Три игрока, которые у нас делают фраги. Остальные, наоборот, дарят фраги противнику в основном. В основном, как это там получается. Вот. Хватит ли этого? Ну, по-моему, не знаю. Потому что то противник отстает, то наши отстают. И как-то оно не очень. Там, да-да-дам-дам. Да нет, вроде все нормально. Смотрю туда на радарводе и все не так печально. Сейчас снайпер наш нагнет по-любому. Давай. Нагнул. Почти. Почти получилось у него. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Вот этот инженер вообще жесткий. Красава. Блин, инженеры, все из-за тебя. Я тебе сказал, красава, начал говорить. А тут минка сработала. Ребятки, ну пожалуйста, ну не надо. Ну, такой важный момент. Меньше минуты осталось. А вы начинаете просто нагибаться толпами. Сядьте вы на базе. Да, что им объяснять? Сейчас все равно побегут. Не надо. Да-дам-дам. Не лезь на болтовщика. Тихо. Смотри-ка, по-моему, у него даже получилось. Молодец. Но это чистое везение, мне кажется. Было, что наш инженер этого болтовщика уничтожил. Так, минус два. Мне надо... Ой, мне срочно надо делать хорошую серию. Я не знаю, успею, нет. По идее, я могу. Сейчас, если минус три, минус четыре сделаю, то да. Тихо. Даблкил, деточка. Мультикилл. Блин. Соснули все. Не все. Мы соснули. Да. Так оно и бывает. Ну, во всяком случае, наша команда. Я-то нет. Я уверен, что я тут, наверное, лучше всех отыграл. Сейчас посмотрим. Но наша команда как-то да. Хотя там, честно говоря, скобка такая против нас тухлая играла. Еще парочку игроков нормальных. Нагнули бы только так. Почти нагнули. 27 фрагов. Один хошот, где Ю вас оун. Три-четыре к одному сыграли. Меткость классную показали. Одного подрезали. Ну, все классно. Все вам классно. Достаточно, чтобы вы играли на одну очку. Да. Но, с другой стороны, фигня это все. Мне все нравится. Кроме ваншота сегодня. Что-то сегодня с ваншотом переключилось. Я не знаю, как-то. Не то, что с ваншотом, оно вообще. А он говорит, ничего не знаю. Я это не почувствовал. Типа такого, да. Но, в любом случае, если данное видео было хорошим, нагибным, ритмичным, мелодичным. Если у вас нормализовалось давление, улучшилось пищеварение, белизна зубов, шелковистость волос, то... Вступайте в нашу армию. Нагибайте все. Увидимся с вами. А по-моему, ты промазал. Какой нафиг промазал? Я ему... Один, два, три. Он... Моя хата с краю, ничего не знаю. Еще меня чуть не пристрелил. А ты говоришь, промазал. Какой нафиг промазал? Это... Мистик. Да? Че, бомбить, да? Меня? Конечно, бомбил. Ты вообще видел? У меня уже стул сплавился нахрен. Ты посмотри, вот там уже все. Вот это видел? Вот это видел? Все. Все. Бомбал его, детка. Редактор субтитров А.Семкин